Вперед становления Азербайджана как независимой республики. На его территорию, где развернулась война, на Горный Карабах прибыли сотни армянских боевиков со всего мира. Среди них был и террорист Монте Милканян. Ликвидировать его удалось легендарному азербайджанскому разведчику Ибаду Гусейнову. Этой теме посвящена книга российского журналиста Евгения Михайлова, как спецназовец СССР стал героем тюркского мира. Презентация состоялась в Баку. Подробнее в материале Мехребан Касумовой. В нем никогда не было ненависти ни к одному народу, в том числе к армянскому. Он уверенно считал, что в лесу не без шакалов. Сегодня Ибад Гусейнов, по сути, человек-легенда. Именно ему удалось в июне 1993 года ликвидировать международного террориста армянского происхождения Монте Милканяна. Это произошло в Нагорном Карабахе, части Азербайджана, где на тот период армянские националисты ввиду территориальных претензий развернули войну против азербайджанцев. Мало кто знает о подвиге легендарного разведчика. По этой причине российский журналист Евгений Михайлов издал книгу, посвященную герою Ибаду Гусейнову. СМИ армянские, проармянские говорили о том, что Монте Милканян – это герой национальный. Но мы же все читали, что он делал теракты в Орли, во Франции. То есть он уничтожал дипломатов, как турецких, так и французских, по всему миру. То есть это международный террорист. И то, как он попал в Карабах, когда с Карабаха начался, в принципе, развал Советского Союза, акцент на этом. И такой деятель туда зашел неспроста. И то, что его уничтожил Ибад Гусейнов, об этом говорили мало. То есть сами армяне не любят, они говорят, что это даже не так, но уже доказано, иначе бы он не стал бы героем. Ибад Гусейнов – уроженец Ходжавенского района Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. За его плечами большое число боевых операций, в которых он уничтожил армянских военных разного ранга. Расправа с мирным азербайджанским населением в городах Оглы, а затем и в городе Ходжалы сильно повлияли на Ибада. Общеизвестно, что в геноциде азербайджанцев принимали участие отряды под руководством террориста Монте Мелканяна по прозвищу АВО, одного из главарей международной террористической группировки Асала, которая совершила многочисленные теракты в разных уголках мира. Вокруг гибели Мелканяна в армянском обществе создано много легенд. Там отказываются принять факт, что их так называемый герой убит азербайджанцем. Но ни одна из их вымышленных версий о его смерти не доказана. Мелканян умолял пощадить его, говорил, что всё для нас сделает. Но перед моими глазами были кровавые события в городах Оглы, Ходжалы, как он убивал наших стариков, женщин и детей. О пощаде не могло быть и речи. Особо хочу сказать о Ибаде Гусейнове. Он доказал не только армянам, что на силу всегда найдётся большая сила. Он светлая голова, он должен быть окружён заботой. И наше государство об этом всегда заботится, о таких людях. Ещё раз хочу отметить, что те болезни, которые терроризм, экстремизм, в том числе религиозный, этнический. Эти люди. В основном на первом плане находятся эти ребята. На презентации книги и фильма, посвящённом Ибаду Гусейнову, присутствовали историки, учёные, военные, общественные деятели, в том числе из других стран. Они сошлись в едином мнении. Армения – агрессор. А Азербайджан рано или поздно освободит свои земли из-под оккупации. Трагедия всё больше и больше и больше усугублялась и привела к такому результату. Погибли невинные мирные люди, развязалась война. Азербайджан потерял 20% своих территорий. И несмотря на то, что были и подписаны соглашения о прекращении огня, ситуация не исчерпана, она не закончена. И она не будет закончена до тех пор, пока Азербайджан не получит свои законные и юридические правообоснованные земли. Обычно героев чествуют после их гибели. Их именами называют улицы, им посвящают книги, песни, стихотворения и ставят памятники. Ибад Гусейнов стал героем при жизни. Причём не только азербайджанского народа. Он – герой всего мира. По одной простой причине. Ему удалось уничтожить террориста-международника, чьи руки были полностью в крови ни в чём не повинных людей со всего мира.